Есть вещи, которые нельзя делать. Нельзя калечить свое тело, нельзя разрушать семью, нельзя травить себя, нельзя выгонять из дома детей, маленьких имеется в виду, нельзя предавать родину, нельзя обманывать близких и так далее. Есть вещи, которые никогда нельзя делать, понимаете? Нельзя развратом заниматься, изменять близкому человеку. Нельзя не отдавать свои долги, нельзя. За это ты всегда, за все эти вещи, ты всегда будешь страдать. Здесь нет исключений и никогда не будет. Поэтому человек должен учиться изучать правила, как правильно жить, изучать, как действует судьба, законы судьбы, законы счастливой жизни и жить счастливо. Если человек живет по этим законам, он становится счастливым. Но если он не хочет следовать этим правилам, он будет несчастен. А? Можно, но тоже опасно. Надо занимать столько, сколько ты можешь отдать за достаточно короткий срок, без ощущения, что тебе отдавать долго. Если занимать, то ты можешь кому-то, наоборот. Давать деньги. Нельзя. Опасно? Очень опасно. Лучше дать деньги и забыть их. Просто, ну, подарить. Чем занимать? Вот подари столько, сколько можешь. Но не давай взаймы. Потому что даешь взаймы, разрушаешь отношения. Ты испытываешь отношения таким образом. Вот если родственникам отдал взаймы, разрушил отношения с родственниками. Друзьям отдал взаймы, разрушил отношения с друзьями. Потому что люди, когда деньги берут, они берут чужие. А отдавать придется свои. А? Если отдал, то наказать. Ты отдал взаймы, не отдают. Требовать, наказывать человек. Если это большие, очень большие деньги. А если маленькие, просто забудь. Надо требовать, наказывать, принуждать, отдать. Иначе вы попустительством занимаетесь. Это большой грех не отдавать долг. Какие еще вопросы у вас по сегодняшней лекции? А как тут такие ситуации? У меня, у меня, которые не всегда вам нравятся. Один, у меня очень хорошая работа. Ну, работу он дал, это же не долг, это нормально. Кто-то не может помочь в плане жизни. Могут, кого у тебя еще заходят. У меня нет там высокого положения, что как, да? Что там должен, там, друзья, если... Ну, вы же женщина, вы помогаете любовью. Как вы мне расскажите, ну, у меня есть чувство, что я получаю любовь, и чем я не даю? Ну, пытайтесь, значит, вернуть любовью, заботой, лаской, вниманием. Скажите, пожалуйста, можно вам сказать, вот если нет детей, и уже не хочется, уже с силой гостинской жизни, и чем-то никак не нет? Не хочется детей. Ну, может быть, женщины иногда хотят детей, иногда не хотят, но в целом надо знать, что женщина так устроена, что с возрастом... Почему женщина не хочет детей? Потому что она красивая и молодая. Когда женщина красивая и молодая, ей и так хорошо, с самой собой. Но с возрастом женщина, она теряет вот это ощущение, что ей хорошо, и начинает сильно страдать от одиночества, даже если она живет с мужем. Потому что женщина не может жить без любви. Ей нужно, чтобы ее кто-то любил, и она кого-то любила. А дети являются таким объектом, который будешь любить всю жизнь. И поэтому женщина не чувствует себя одиноко, если она имеет детей. Но если она не имеет детей, то она постепенно с возрастом теряет, как бы, чувство счастья в отношениях с мужем, потому что старость не радость. И дальше жесть, потому что она никому не нужда становится. Как корабль в открытом море. Многие женщины боятся беременеть и рожать. Нужно просить, чтобы вас успокаивали, постоянно успокоили, и все равно надо беременеть и рожать. А если астрологам говорите, что не будет терять? Не говорите мне про астрологов. Одна женщина, как бы, спросила у астролога, когда ей зачать ребенка. Он ей дал две даты в году, а ей уже под сорок. Это значит, что он ее хочет оставить бесплодной. То есть, если женщина уже в возрасте, надо ей каждый месяц пытаться изучать раз в месяц. — Сколько вам лет? — Ну, год подождите, я с этим согласен. Вот с этим я согласен, да. Ну, год подождите, потом зачинайте. — Ну, вот поставьте ему условия, бросишь курить, тогда и будем зачинать. — Ну, а если у тебя как-то случится, да, опять же. — Чего вы от меня хотите? — У меня такой случай был. Одна женщина, она страдала от выкидышей, и я научил ее купаться в ледяной воде. Потому что это был единственный способ ей спасти от выкидышей. И она научилась купаться в ледяной воде, и зачала, и выносила ребенка. И даже когда она носила, она купалась в ледяной воде. Ну, это исключение. У нее просто очень сильный жар был в теле, и она по-другому никак невозможна была. Потом, когда она родила, они с мужем подошли ко мне, и мне сказали, «Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына». Это смешно выглядит. — Чего вы от меня хотите? — Да, правда, это правда, да. Не год, где-то месяцев восемь неблагоприятно. — Я не знаю, а вот эта семья душа страдает? — Она страдает, если не хватает любви от родственников. Если хватает, то всегда это большой стресс рождения, и смерть — это стресс для души, всегда. Она всегда страдает, когда рождается, и всегда страдает, когда уходит из жизни. Но святые люди уходят с улыбкой на лице, и там нет никаких страданий. Страдают только те, кто прожил неправильно, в основном. — Олег Геннадьевич, вы говорите, что у мужчины живешь, потому что ребенок, но он не хочет жениться. — Не хочет жениться. Ничего страшного, нужно алтарь дома, нужна духовная жизнь, молитва. У него не хватает совести. Мужиков у всех не хватает совести. И надо пробуждать совесть, пробуждать надо в его сердце совесть. То есть, если вы... Вот смотрите, я когда самбо занимался, там объясняют, что если ты бросок сделал, и как бы партнер еще как бы до конца не свалился, то надо его дожимать. То есть, ты бросок сделал, он еще на корточках остался. Надо его дальше валить. Понимаете? Пока не свалишь. То есть, вышла замуж, мужик на корточках остался, еще как бы в ЗАГС не дошел, души до последнего. Добротой, любовью, и вот до ЗАГСа души. Да, да, надо говорить, да, да, соглашайтесь с ним. Когда он что-то говорит, соглашайтесь. Все согласно, у меня все есть, все хорошо, я тебя люблю, ты меня не бросишь. Но тихо молчать. Слушать. Все хорошо, со всем согласно, но хочу замуж. И так постоянно повторять. То есть, надо соглашаться всем. Запомните, в мужчину входит знание, то есть, ваше желание входит, если вы со всем согласились. И аккуратно, тихонечко говорите, чего хотите. И это в самое сердце очень глубоко ему заходит, потому что, если ты говоришь с эмоциями, это бьется, а его наружный каркас, он очень жесткий у мужчины. В результате, до мужчин не доходит ничего. А внутри мужчина очень мягкий, поэтому надо со всем согласиться, пройти этот наружный каркас, и потом говорить, хочу замуж все равно. И так постоянно говорили. И придет время, и он пойдет замуж, пойдет в ЗАГС. Но если вы говорите с нажимом, то он злиться начинает. Женщина должна знать, как воспитывать мужа. Примите все его слова, все желания, со всем согласитесь. И нежно, мягко, ласково, ненавязчиво скажите, чего хотите. И это попадет в самое сердце. Да? Ваши вопросы? Ребенок всегда врет, когда он не может справиться с собой. Как относиться надо? Принять ребенка таким, принять, по-доброму относиться. И как бы навязчиво объяснять на эту тему, как-то по-доброму говорить. Да, я сейчас вам расскажу. У меня в детстве был такой случай. И со мной очень хорошо поступил преподаватель. Я на всю жизнь запомнил этот урок. Был случай, я читал книжку одну на суше и на море. Такая толстая, большая книжка. Ну, тогда была первый раз, и такую книжку увидел. В жизни такая интересная. Таких книжек не было. Она первая вышла тогда, такая большая. Такой справочник для детей. Животном мире, растительном. Я читал, мне было очень интересно. Ну, я был в группе продленного дня, читал там. И мне еще хотелось читать. И я, короче, взял эту книгу и начал читать дома. Ну, фактически я ее стащил, потому что, когда преподавательница спросила, где книжка, я не сознался, потому что я хотел дома читать. Я, ну, боялся, что она у меня заберет ее. Я не смогу читать. Ну, она видела, что я ее читал каждый день. Что она, как бы, не поняла, кто ее взял. Она пришла ко мне домой, говорит, у нас рейд. Хотим, ну, увидеть, понять, чем занимаются дети вне школьное время. Мама говорит, открыла. Пожалуйста, заходите, вот, посмотрите. И я в это время читал эту книжку. Ну, естественно, чем же мне еще делать. Она села рядом со мной, по-доброму очень. Я такой, как бы... И она говорит, тебе нравится книжка? Я говорю, да. Ты ее взял домой? Я говорю, да. Вот. И она говорит, ну, ты почитай еще немного и приноси. Я на следующий день принес, поставил. Она ничего не сказала. Я продолжал читать в продленке, как бы, там, в школе. Сдерживалась чуть побольше. Но я на всю жизнь запомнил, что нельзя обманывать и воровать. То есть, потому что она повела себя очень по-доброму со мной. Сначала надо принять человека с его недостатком, а потом по-доброму объяснять. И все, его и он исправится. Ну, исправьте эту ошибку, извинитесь перед ней. Всегда же можно извиниться. Если вы своего ребенка не примете, он никогда не исправится. Бывает такое, что ребенок начинает вообще всякие вещи вытворять ужасные. И можно вообще ребенка потерять. То есть, приходит время, и в 13 лет, где-то в 12, у ребенка начинает действовать его судьба. Активная судьба. То есть, и в нем скрываются недостатки все. Он становится неряшливым, злым, там, агрессивным. И это надо все переваривать, принимать, судьбу ребенка. Не то, что он всегда будет мягким и пушистым. Он же человек, у него есть судьба. Принять это все и по-доброму как бы объяснять. Если он совершает предательство, тогда по-доброму принять и отстраняться, наказывать. Мальчика можно по попе бить, но тоже надо по-доброму. Побил мужчин, отец по попе побил мальчика. Поставил в угол, сказать, ты провинился, постой здесь в углу. Все. А девочку надо наказывать лишением свободы или лишением общения. Бить девочку нельзя. К женщине с сына бить лучше не надо. То есть лучше его наказывать лишением свободы и не общаться с ним. А папа, дочку тоже строгостью и лишением свободы. Бить девочку вообще нельзя никому. Она становится истеричной после этого в жизни. В угол там ставить, да запирать в комнате там, не разговаривать. Но нельзя бить. Насилие женщине, девочке причинять нельзя, потому что два вида насилия рождают хаос. Когда девочку бьют кто бы то ни было, это приводит к тому, что женщина становится истеричной и неуправляемой. Она потом катает истерики перед всеми, потому что ее били в детстве. И второй вариант. Если мать бьет сына, то мужчина вырастает садистом. То есть когда женщина насилие над мужчиной, над маленьким даже ребенком совершает. Но для мужчины это неприемлемо, что женщина сильнее его. И он начинает как бы звереть от этого мальчика. Так вот, ну видели, как женщина бьет сына? Он звереет, как бы он не поддается, даже может не плакать, терпеть там. Понимаете? То есть, ну когда женщина бьет мальчика, то для него это унижение. Понимаете? Потому что он мужчина, как бы он должен быть сильнее женщины. И даже матери, неважно, ему все равно. Он все равно чувствует себя мужчиной. И если женщина его унижает, бьет, он потом начинает насилие над женщинами совершать, когда становится взрослым, издевается над ними. То есть возвращает это назад женщину. Понимаете? Насилие возвращает мужчину. Вот смотрите, допустим, вы хотите помочь человеку. Переварите его сначала. Потом по-доброму ему объясните, как правильно. Если этот человек совершил ужасную подлость, и он не хочет исправиться, то можно очень строго его наказать, но все равно сначала лучше его переварить. Если в ваших правах наказать человека, наказывайте всегда, это хорошо. Наказывайте, это хорошо, но лучше не злиться на человека. Обсуждение хорошо, если вы старший. В городе происходит. Это бессмыслица. Вот, допустим, там старший, допустим, проворовался там, или взятки берет там, или еще что-то. То есть, ну, бывает, потому что, я еще раз говорю, что власть это жуткое испытание для любого человека. Вот, и, допустим, все обсуждают это в городе. Не надо вам это обсуждать, потому что Бог все равно накажет этого человека. Будете вы об этом говорить. Но если вы будете об этом говорить, то Бог будет наказывать еще и вас. Я сейчас объясню, за что. Если ты считаешь, что старший плохой, потому что он это сделал, то Бог тебе даст такую же ситуацию в жизни, и посмотрите, справились вы с ней или нет. То есть, другими словами, мы призываем Бога к тому, чтобы он испытал меня на эту тему. Вот, допустим, у меня был случай. Мой один знакомый начал ругать другого моего друга за то, что тот бросил жену. Не, понимаете, не порицать его по-доброму, говорить, ну, ты что, ну, вернись жене там, ну, не хорошо, иначе я с тобой разговаривать не буду. Можно наказать, не разговаривать, но он начал на него, да ты козел там, ты что делаешь там, ну, обзывать его там и так далее. Прошло пару лет, и он сам бросил точно так же свою жену. Почему? Потому что за что боролся, на то и напоролся. То есть, если ты такой крутой, Бог тебя испытывает тем же самым. Очень опасно. То есть, если мы такие крутые, мы кого-то там начинаем обсуждать, то значит, Бог тебя испытает. Почему мы обсуждаем? Потому что у нас этот грех в сердце еще есть. Вот я сейчас приведу пример два типа праведников. Вот смотрите, один праведник, допустим, видит алкоголика, в луже вытаскивает его оттуда и помогает ему там, чтобы он дошел до дома. Второй тип презгует этим алкоголикам. Запомните, тот, который помогает и спасает, этот праведник не имеет этого греха в сердце. И поэтому алкоголизм вот этого человека не вызывает у него неприязни, а вызывает только сострадание. Второй тип праведника, этот человек тоже праведник, но у него неприязнь к этому алкоголику. Почему она возникла? Потому что у него это в сердце грех остался. И вызывает раздражение. То есть, человек не хочет этого греха в своем сердце, но он у него в сердце есть. Поэтому, если у тебя близкий человек совершает какой-то грех, допустим, хочешь его отругать, значит, у тебя тоже там это есть. И если ты будешь его, как бы, на него давить, то Бог тебе его вытащит наружу, и опять ты попадешь в это испытание. Поэтому наказывать можно, если ты уполномочен, объяснять, что так делать нельзя можно, не разговаривать можно, но понимать нельзя. Потому что это вызывает, ну, как бы, у Бога недоумение. Типа, ты что хочешь попробовать сам этого испытания? Ну, тогда попробуй, какие проблемы. Потому что для Бога все души одинаковые, как бы, человек запутался в жизни. Он просто несчастный. Даже расстрелять можно, если, допустим, ты должен расстрелять кого-то, он совершил такой грех, что его надо убить. Ну, можно расстрелять. Но не надо человеку, когда ты его расстрелишь, смотреть со злобой в глаза, потому что он это запомнит. И это грех. То есть он виноват, ты его наказываешь. Но ненавидеть человека не является праведным поступком. Понимаете? Я крайние примеры, как бы, привел. Даже палач не должен ненавидеть, потому что тот, который... Вот он смотрит свой последний взгляд, его убивают. Если он видит, что у этого человека, который убивает, у него добрый взгляд к нему, то он соглашается, этот человек, что я виноват. Потому что ему некого, не в чем обвинить. Понимаете? Но если он видит злой взгляд, он считает, что с ним неправедливо поступили. И этот поступок тебе возвращается назад. То есть, смотрите, ты должен, допустим, покарать человека, да? Судья. Он должен привести приговор. И если он по-доброму приводит, ну, вы как бы наказаны шестью годами лишения свободы. По-доброму. Значит, тогда преступник, он видит в глаза, смотрит в суде, и ему некого ни в чем обвинить. Он чувствует, что ему придется сидеть. Он виноват. Но если у судья, у судья злоба в глазах, то тогда этот преступник решит, что ты за это ответишь. Именно за свою злобу. И тот будет отвечать. Мы не судьи, понимаете? Господь всех судит. Мы можем исполнить приговор, как бы, но мы не судьи. Поэтому я никогда не называю личности. То есть, мне говорят, допустим, вот вы говорили, а вы этого человека имели в виду? Я говорю, нет. Я имел в виду грех. Человека я не имел в виду. Что этот человек, может быть, через пять лет станет праведником, а я стану грешником, и тогда о чем я говорил? Понятно. Мы не знаем будущего. Мы не знаем, насколько, как наша жизнь сложится. Как Господь нас будет испытывать, мы не знаем. Войны? Да. Я чувствую это. Планета Земля справилась с некоторыми экзаменами, испытаниями. Вероятность войны была сильно выражена в прошлом году. И в этом году еще тоже есть, но она уже не такая сильная. Через три года, два с половиной, где-то три года, тоже такой будет экзамен. Понимаете? Доброта и любовь человеческая, молитва человеческая спасает Землю от войны. Допустим, я слышал в тот момент, когда вот была очень большая опасность. Пятьдесят буддистов вместе молились. Представляете, пятьдесят тысяч человек собралось, буддистов, в Таиланде. И вместе молились за мир на Земле. Представляете, какая это сила. Это вообще капец, как много. Очень сильно действует. Ну, жить, что делать? Да, если вот вы находитесь в зоне боевых действий, то там судьба перестает действовать. Человек должен знать, что у него есть только два варианта. Или он защищает Родину, или участвует в этой защите как-то, прямо или последовательно. Тогда ему надо остаться. Если он погибнет, он попадет в рай. Или второй вариант. Надо все бросать, свою недвижимость, свои норки, и уезжать с этого места. Куда глаза глядят, куда Бог даст. И тогда ты сохраняешь свою жизнь. Потому что, где-то говорят, сравнивают в этот случай с тем, что когда наводнение, те животные, которые бегут, бегают, убегают или летят, они спасаются от наваждения. А те, которые залазят в норки, они все погибают. Так и человек тоже в норку свою, как бы, здесь мой дом, буду сидеть, ничего страшного, со мной ничего не случится. Все, дальше смерть. Потому что человек свою жизнь поставил ниже жилья своего. Понятно? Все затопит. Что у вас в башке? Если вы так чувствуете, надо молиться. Потому что это ваша проблема, а не проблема Сочи. Часто люди думают, что война будет, будет пожар, там, бедствие какое-то. Это значит, что у вас плохой период наступает. Вам нужно просто молиться. Понятно? Нет у Сочи никакой опасности. Я не вижу. Город Сочи, темные ночи. Интуиция всегда, когда есть страх, напряжение, всегда это иллюзия. А когда человек помолился сильно, у него сердце спокойно. И в спокойном сердце Бог говорит, да, все равно будет война. Хоть тебе спокойно. Это значит, что это правда. То есть правду может чувствовать только тот, кто победил страх и неприязнь, отвращение. Понимаете, если ты успокоился по поводу чего-то, и все равно это ощущение осталось, уже в спокойном уме, значит так и будет. Ты, допустим, успокоилась, и все равно в сердце, похоже, он сделает предложение. Ты уже не ждешь, а успокоилась, и в сердце все равно, все равно сделает. Значит, сделает. А если не успокоилась, скорее всего, нет. Вышвырнуть его за крушение женщин. Дать ему возможность секцию, пойти к боевым искусствам. Если мужчина, который находится в окружении женщин, гибнет. Запомните, женщины, что когда вы замуж вышли за мужика, и он погружается в любовь с вами, в это время он теряет силы, волю, теряет способности свои, храбрость, все теряет, разум, все теряет. Отшвыривайте его от себя. Не давайте мужику в себя сильно погружаться. Сильно наслаждаться собой мужику не давайте, потому что он теряет себя в это время. Точно так же ребенок маленький, мальчик, одни женщины вокруг, он теряет себя. Дайте, уйдяйте его в секцию, где мужчины. Сколько ему лет? Зачем ему объяснить? Вы отдайте ему в секцию просто и все. Значит, силы отдавайте. Объясняю. Надо сказать, что ты превращаешься в женщину рядом с нами. И это будет правда. Это женщина, слишком много женщин для мужчины, когда слишком много любви, это яд, разрушающий его жизнь. Женщины в жизни наслаждаются жизнью, и мужчина такой начинает наслаждаться жизнью. Потом начинает петь тонким голосом. Потому что никому такое не нужно. Мы не слишком много говорим о Вашем сыне? Ваш вопрос? Конечно, благо. Собирать всем миром деньги на лечение тяжело больно. Конечно. Нет. Есть по карме. Вы собираете деньги на лечение. Это по карме. Запомните, что карма кармой, а любовь любовью. Потому что есть такое понятие милость. Один ученик к моему наставнику пришел, говорит, сколько благочестивых дел мы сделали для того, чтобы Вы стали нашим наставником. Он говорит, для того, чтобы я стал Вашим наставником, Вы ничего не сделали хорошего. Я пришел к Вам по милости Бога. Понимаете? Есть милость, есть карма. Не надо путать. Если ты лечишь человека, это милость. Милость побеждать судьбу. Если ты заботишься о своем ребенке, даешь ему знание, это милость, это не его карма. А если он совершил плохой поступок, это его карма. Если ребенок страдает, это его карма. Если вы избежали страданий, значит милость. Есть милость, есть карма. Чтобы плохого человека не совершилось, это всегда милость. Это всегда карма. А если Вы смогли с помощью знаний избежать этого, то это милость. Когда Вы привязаны к кому-то, то это контроль. А когда Вы по-доброму относитесь просто, это забота. Вот если я, допустим, привязан к Вам, я буду по-другому лекцию читать. Вы не должны так жить. Это плохо. Понимаете, я говорю Вам спокойно. Это плохо. Вы можете решать, будете Вы так жить или нет. Это Ваш выбор. Я не настаиваю. Контроль означает привязанность к идее, к человеку. Кто? Значит, Вы привязаны к нему. Если бы и не были привязаны, спросили, он бы не чувствовал контроля. Вы хотите наслаждаться им. Я хочу знать, там кто в порядке. Вот это и есть желание наслаждаться у ребёнка. Скажите, а как это должен быть введя на воспитание девочек? Он должен благородно себя вести и показывать пример доброго, чуткого, благородного отношения. Строгость он иногда должен проявлять тоже, но в основном строгость, где дочкой должна быть мама. А он должен стараться заботиться о ней, чтобы она почувствовала, что мужчина – это хороший человек. Ласковый, добрый. Она должна, не должна бояться мужчин. Женщина и так по природе боится мужчин. А если ещё папа строго себя ведёт, она вообще потом замуж не выйдет. Боится уже потом. Мужчин бояться начинает. Как маме, как у него, с доброй срочкой, с мёртвой? Сынам надо ему объяснять, давить ему на жалость. Можно поплакать, сказать, ты не любишь меня. Ты мужчина, я как бы женщина. Ты мальчик, ты должен по нему быть как бы снисходительным, правильно. Ну то есть давить на чувства. Вы мне не даете говорить уже вообще, то есть успокойтесь. Вот. А если, допустим... Ну то есть если женщина девочку воспитывает, то она должна просто и честно, вот строго говорить, и всё, никаких проблем. Ну то есть если женщина грубит своему сыну, то она, он звереет просто этот, становится монстром. Ладно, мои хорошие, потом спросите меня после лекции. Вы обиделись на меня, да, девушка? Да. Обиделись очень. Да? Я просто объяснял, а вы меня перебили. Но я сам так делаю, поэтому я вас так, это осёк. Я тоже люблю перебивать всех. Вы уж меня простите. Ладно. Все сели прямо. Сейчас мы желаем всем счастья, потом у нас будут мандарины, яблоки, цветы, как всегда. Я рад был вас видеть на этих лекциях. В этот раз вас больше было, то есть в тот раз вы меньше пришлись, в этот раз вас больше было пришло. Это очень приятно, что мои программы здесь растут. В таких городах, как Сочи, Краснодар, очень мало людей собирается, потому что много солнца, любви. Люди в недознании. Всегда, когда люди приходят в таких городах, для меня это большая удача. Приходят самые разумные, очень светлые лица всегда. Давайте помолимся всем вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!